Это инстаграм Но сегодня речь пойдет не о нем, а о масках Нет, не о ней, а о масках инстаграм Молодежное и прибыльное тело, между прочим Популярные не очень блогеры используют их в свои stories Маски бывают разных типов Первый тип, маски с помощью которых можно изменять голову и лицо пользователя В таких масках предоставлено максимальное количество Второй тип, фильтр, изменяющий цвет Например, фильтр высоко, эффекты солнечных бликов, радуги и так далее С ними главное не перебарщивать, иначе риндж выходит нереальный Есть еще огромное количество разнообразных масок Но с ними можете познакомиться просто просматривая stories в инстаграме Так что мы пойдем дальше Для создания масочек нам понадобится Spark Программа такая Она, кстати, инстаграма, так что не стесняемся и качаем Сначала давайте разберем секрет крутой масочки Маска должна быть крутой, современной, прикольной, в общем офигенной Разберем с интерфейсом программы В левом окошке мы видим так называемый каталог проектов В нем перечислены все объекты, расположенные на сцене В каталоге работают стандартные инструменты Все просто, скопировать, вставить Также объекты можно связывать между собой, чтобы они двигались вместе Для передвижения элементов у нас есть инструмент поворота Я не знаю Серега, тормози меня Масштабирование и, соответственно, основной инструмент передвижения Приближение осуществляется по скроллу с зажатой клавишей control Для просмотра тестирования у нас есть соответствующее окошко На котором можно выбрать устройство, на которое мы хотим провести тестирование По нажатию кнопочки с камеры на левой панели мы можем менять человека, на котором будем тестировать маску На выборах несколько штук и даже Для проигрыша анимации нажимаем кнопочку play Также мы можем использовать камеру вашего компьютера Протестируем Отлично, работает Вы узнали все или почти все, что нам понадобится Пришло время делать маску Для начала давайте сделаем маску фильтра Но для этого нам нужен сам пресет фильтра Его можно сделать в таких программах, как Lightroom или VSCO Которые доступны на телефоне Качаем VSCO на телефон Также нам понадобится фотка палитры всех цветов, которые может захватить камера телефона Она представлена в виде обычной картинки Материалы мы возьмем вот из этого туториала Качаем палитру и файли с расширением IRP Которые нам понадобятся чуть позже Ссылка в описании Открываем нашу фотку на редактирование И создаем пресет по вкусу Я просто попытаюсь сделать картинку более насыщенной Сохраняем И теперь нажав на две точки Копируем правки и вставляем их на нашу палитру Сохраняем и переносим на микроволну Вкидываем наши файлики в Spark Отключаем компрессию файлика палитры цветов Чтобы она не стала слишком растянутой Создаем прямоугольник и растягиваем его на весь экран Назначаем его материал Flat Создаем объект текстуры камеры И теперь выносим объект текстуры нашего прямоугольника На патч-эдитер С помощью вот этой стрелочки Патч-эдитер это место Где с помощью специальных блоков Мы можем задавать логику в маске И чтобы наложить на наш видео пресет Нам понадобится специальный патч Тот самый файлик с расширением IRP Который мы скачали ранее А может ну его Выносим палитру цветов Только что с зоной текстуры камеры И наш патч Отвечающий за наложение пресетов И соединяем их как показано на видео Подписываемся, ставим лайк, пишем комментарии Всё, маска-фильтр готова Ну и чтобы окончательно не умереть со скуки На протяжении 2,5 секунд Посмотрим на моего хомячка Закончили Прикова не будет Теперь сделаем маску анонимуса Причём в 3D Модель этим пока не умеем Поэтому возьмём готовую модельку со скетчфаба Распаковываем наш архив куда-нибудь Открываем наш любимый спарк И перетаскиваем файлики модели На панель материала слева внизу Чтобы зафиксировать маску на голове Нам понадобится фейсстрекер Пока мы ли пока им нажали Ремень фейсстрекер добавили Теперь нужно добавить 3D элемент маски на сцену Открываем папочку 3D модели Которую мы добавили ранее И переносим на панель элементов файлик С значком кубика Закидываем модельку в фейсстрекер Чтобы она двигалась вместе с головой Подгоняем размеры маски под размер головы человека С помощью инструмента масштабирования Включите визуализацию И подгоняйте маску так Чтобы она смотрелась нормально со всех сторон Не сильно сложно, но прикольно Маска закончена Отличная работа У нас получилось какое-то говно Отличные маски, которые наверняка кому-то пригодятся И теперь можно выпонтоваться предвзерщиками Ниллионом на аккаунте Brawl Stars Отличными масками Которые будут располагаться на вашем аккаунте В отдельном разделе Но как же опубликовать наши масочки в общий доступ? Все просто В программе заходим в пункт файл и там выбираем павлиш Сохраняем наш проект файл для экспорта с расширением AirExport Теперь заходим на Spark AirHub и заходим на наш аккаунт Facebook, который должен быть привязан к аккаунту Instagram Нажимаем на кнопочку публикации эффекта, даем эффекту название, загружаем ранее созданный файл для экспорта и выбираем параметры доступа маски Доступна всем или же по ссылке Выбираем до четырех из представленных категорий, а также теги для продвижения в поиске Сохраняем черновик и отправляем себе на аккаунт ссылку для записи тестового видео с этой маской, которая будет отображаться в списке ваших эффектов Как видео-то включить? Не понял Ой-ю Девочки, вы упали Выставляем иконочку и ждем проверки маски модераторами И это займет до нескольких дней ПАЗДАВЯЮТУЗДАМНОГОНОГО Мы прошли весь путь от создания маски до ее публикации Оказалось, что это намного легче и полезнее, чем ведь Леона Брау Старс Да, у меня все примеры на Брау Старсе связаны Не забудьте подписаться и поставить лайк Обе созданные маски вы сможете найти в моем инстаграме Присоединяйтесь в комьюнити, залетайте на наш дискорд сервер Все ссылки в описании И главное, всегда помните Маску нужно надеть сначала на себя, а потом помочь остальным Всем пока Дальше больше Субтитры сделал DimaTorzok